Сезон реставрации Он пришел в дом Симеона. Он занял свое место за столом. По соседству жила безнравственная уличная женщина, всем известная как проститутка. Слава Богу за тех женщин, которые раньше были проститутками, а сейчас они члены нашей церкви. Мы спасли более одной тысячи женщин, если быть точнее, то 1300 женщин мы спасли за последние 10 лет из работорговли. Слава Богу за это. Бог искупил их, очистил, и они пережили прикосновения Божьей любви. Сегодня многие из них активно служат в церкви, и многие счастливы в браке. Кто бы мог подумать, когда Иисус прикасается к вам, все меняется. И когда она услышала, что Иисус в Сиарсе, вот за что люди ненавидят нас за то, что Бог здесь. Они ненавидят не нас, а Бога на этом месте. Они знают. Когда люди приходят сюда, они меняются. Когда она услышала, что Иисус находится в доме Симеона, она взяла изящную фляжку из алебастера, наполнила ее самыми дорогими духами. Не приходите к Богу без жертвы. Вы не можете поклониться Богу тем, что вам ничего не стоило. Вы не можете поклониться Богу, между прочим. Вы не можете поклоняться Богу в комфорте. Именно поэтому Иисус Новин сказал, выбирайте, кому вы будете служить. Каждое воскресенье я выгонял детей из кровати с их раннего детства и приводил их в дом Божий. Это не обговаривалось, потому что воскресенье мы поклоняемся. В воскресенье мы ходим в дом Божий. В воскресенье мы надеваем лучшую одежду. В воскресенье мы приносим лучшие пожертвования. В воскресенье мы уделяем Богу лучшее время. Мы не делаем это бездумно. И, между прочим, как какую-то религию мы даем Богу лучшее. Она знала, что идет к Иисусу, поэтому оделась в лучшее. Я не говорю, что Бог смотрит на вашу одежду, но я считаю, что если вчера вышли в гости и наряжались для этого, а в церковь мы оделись попроще, то вам нужно это пересмотреть. Мы стали настолько фамильярны с Богом, что мы перестали уважать Его. Он выше нас. Никакой жажды и никакого уважения, никакого желания поклониться Богу. Мы перестали считать, что это самая важная встреча на неделе. Я сломлен, и мне нужен Бог. Я отступил, и мне нужен Бог. Я упал, и мне нужен Бог. Мне нужно вернуться в присутствие Иисуса Христа. Так сделала и та женщина. Она была разбита, потеряна и испачкана. Люди навесили на нее ярлыки. Мы часто так делаем. Мы определяем людей не по Божьей любви, а по их жизненному опыту и жизненному пути. Особенно это касается женщин. Они переживают насилие. Их используют. Они состояли во многих отношениях. А потом из-за всего этого у них низкая самооценка. Даже в этой истории, когда та женщина прикоснулась к Иисусу, один из фарисеев сказал, «Если бы Иисус и правда был пророком, то он бы знал, кто эта женщина». А думаете, Иисус не знал, что она была проституткой? Они одевались определенным образом и пользовались определенным парфюмом. Думаете, Иисус был не в курсе? Как раввину? Иисусу не положено было находиться среди греха и среди того, что считалось нечистым. Нечистое не могло прикасаться к чистым. Но тут Иисус изменил закон. Теперь действует благодать, и вы можете прийти к Нему таким, какой вы есть. В каком бы состоянии вы ни были, для вас найдется место у подножия креста и возле Иисуса. Я хочу сказать, что для этого вам нужно просто прийти в церковь. Вам нужно прийти к Иисусу со всей своей сломленностью. Вам нужно принести свой сосуд и вылить его на Иисуса в поклонении и восхищении, поклоняясь перед Богом и отдавая Ему самое лучшее. Возможно, ваше лучшее – это ваши слезы, или ваша боль, или прощение обидчика – это жертва. Вы выльете все это перед Ним, а Он и зальет на вас свое благо, благословение, целостность, исцеление, радость и обновление. Все это Он и зальет на вас. Если вы любите Иисуса, то и злейте на Него хоть немного своей хвалы, и злейте на Него свое поклонение и благодарение во имя Господа Иисуса на этом месте. Аллилуйя! Она пришла в дом религиозного лидера, и на глазах у всех его гостей сейчас много фанатов Иисуса и не так много его последователей. Мы стали фанами? Фаны восхищаются издалека. Или же мы все-таки последователи, которые будут стоять до конца, которые останутся у креста, даже когда начнутся гонения. Настоящие последователи не меняют посвящение на комфорт и жертвенность на угоду себе. Фрэнк Сенатор опел, когда-то я сделаю это, по-моему. Нет, так у вас ничего не выйдет. Если вы хотите получить Божие благословение, Его силу и Его присутствие, то вы не сможете сделать это по-своему. Она услышала, что Иисус в городе каким-то людям посчастливилось побыть рядом с Иисусом, и вот туда приходит эта женщина. Она пробивается туда, где был Иисус. Как так вышло, что люди больше не хотят пробиваться к Иисусу? Как так вышло, что люди могут сидеть в церкви и больше не жаждать Бога? Это похоже на религиозных лидеров из этой истории. Он не осознавал, кто рядом с Ним. Он не осознавал, что это за сила. Только Иисус, надежда для нашего мира, а не ученые, которые меняют свое мнение каждую неделю, между прочим. Ученые не в силах изменить этот мир. Когда церковь вознесется, этот мир окажется во власти Антихриста, но пока он не может захватить мир, потому что тут есть церковь, которая не будет уступать, и которая знает, что Бога нужно прославлять громче, чем когда-либо. Скажите громко, «Аллилуйя!» Мы меняем атмосферу, мы меняем сердца людей. Не ожидайте, что сегодня будет посредственное, еле теплое собрание. Такого не будет. Пришла пора пробуждения, пора выбросить какие-то вещи из сердец людей. Сломленное и плачущее. Она покрыла его ноги слезами, которые текли с ее лица. Она все плакала и вытирала его ноги своими длинными волосами. Представьте себе это. Представьте себе полную комнату достопочтенных людей. Я был на подобных собраниях, и Дух Святой касался меня там. О, сколько историй я мог бы вам рассказать. Сижу я с важными людьми из религиозного мира, и вдруг Дух Святой начинает двигаться во мне. Бог попросил меня сделать нечто. Ничего безумного, но это могло показаться безумным. Когда вы с Богом, вам нужно становиться ниже перед Ним. Вам нужно смиряться. Поклонение – это когда вы опускаете себя. Придти в церковь – значит отречься от себя. Десятины и пожертвования. Придти в церковь – это акт жертвоприношения. Итак, она пробралась к Иисусу, пока все остальные просто сидели там со своими фантастическими знаниями. Им уже все было понятно. Они знали весь закон. Они были знакомы с профессорами, преподававшими закон. Они знали все, но в этом не было жизни. Можно прийти в церковь и почувствовать, что там нет жизни и нет Бога. Когда идет дождь, вы чувствуете, что вы мокрый. Также и тут вы чувствуете, что там сухо. Вроде бы все хорошо, песни хорошие, освящение хорошее, люди нарядные, но там нет Бога. Там не ощущается, что Бог есть. Мы не будем ничего менять. Если присутствие Бога ощущается, услышьте меня, пожалуйста. Из этого ничего не изменится. Ни одно сердце не будет исцелено. Сейчас людям нужна не информация, людям нужно пробуждение. Я говорю, что людям нужно пробуждение. Южной Африке нужно пробуждение. Христианам нужно пробуждение. В церкви Иисуса Христа нужно излияние Святого Духа, который выше человеческого интеллекта. Так Бог сможет снова зацепить сердца людей, и вы сможете вернуться туда, в то состояние, где вы были пять или десять лет назад. Когда вы были по уши влюблены в Иисуса Христа, мы ничего не стеснялись. Вы были, как эта женщина, крайними в своем поклонении, крайними в своем выражении хвалы во имя Иисуса Христа. Павел говорил, «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению. Ваш интеллект не изменит людей. Бог создал нас по своему образу. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Пора вернуть себе сердце поклонения. Слышите меня?» И она прорвалась к Иисусу и сказала мне, «Неважно, что ты будешь делать сегодня. Ты можешь спать, а я пойду в церковь. Я буду поклоняться Богу. Я жажду Бога. Мне нужно прикосновение от Бога. Мне нужно, чтобы Бог двигался в моей жизни. Даже если родители решили остаться дома, приходи в церковь. Даже если придется взять такси, приди в церковь. Я жажду Бога. Мое сердце жаждет Его. Кто-то понимает, о чем я? Или вы продолжаете изображать благочестие? Религиозный самоконтроль ничего не изменит в вашей жизни. А я каждую неделю сталкиваюсь с людьми. Вот почему нам нужно, чтобы наши церкви открылись на полную. Что же говорит Бог? Не говорите, что говорит правительство. Расскажите, что говорит Бог. Сломленная и плачущая, она покрыла Его ноги слезами, которые текли с Ее лица. Она все плакала и вытирала Его ноги своими длинными волосами. Снова и снова она целовала ноги Иисуса. Затем в качестве акта поклонения, слышится, как акт поклонения, а не между прочим. Сердце Бога вам завоевывать не нужно. Но если вы думаете, что завоюете сердце своей девушки, между прочим, то вы ошибаетесь. Вы должны покорить ее романтикой. Измените свой подход. У некоторых из вас брак такой же сухой, как и ваша духовная жизнь. В вашем доме нет ни одной свечки. Вы ложитесь в постель в спортивном костюме с пятнами, но когда вы только поженились, все было не так. А сейчас вам все равно. То же самое и с церковью. Мы рождены свыше. Мы идем на небо. И давайте приходить в церковь, когда нам хочется, а если не хочется, то можно не приходить. Давайте читать Библию, когда хочется и так далее. Давайте делать то, на что есть настроение. Но как с таким подходом будет выглядеть ваш брак? Да, с браком все так же, между прочим. Если не отдаваться ему полностью, то он не будет работать. Иисус не прошел лишь полпути на крест. Он прошел весь путь. Он умер не наполовину, а полностью. Он пожертвовал собой не частично, а полностью. Ради нас с вами он пожертвовал всем. Не бывает христианства без полного подчинения, полного поклонения и полного самопожертвования. Когда брак начинает распадаться? Когда мы думаем не друг о друге, а только о себе и своих нуждах? Другой человек нас не волнует. Так же и в отношениях с Богом. Те люди, которые когда-то были влюблены в Иисуса и не могли насытиться им и церковью, сейчас равнодушны ко всему этому. Они хотят сидеть дома и поклоняться налегке. Перед своим компьютером. Меня просто тошнит от этого. Иисус сказал, «Если вы станете теплыми, то я вас выплюну и зарыгну вас из своих уст». Пастор, это очень жестокие слова. Да нет, это правда. И нам нужно ее услышать. Нам нужно снова стать сломленными. Нам нужно вернуться к скале. Нам нужно снова испытать голод по Богу. Я сказал, нам нужно снова испытать голод по Богу. Нам нужно забыть о самоконтроле и о мнении других людей и бежать к престолу Божьему, как маленькие дети. Мы должны испытывать голод и жажду по Богу и Его движения. Люди могут так же приходить сюда, но они не участвуют в поклонении. А вы воздайте Ему громкую хвалу во имя Господа Иисуса. Я вас не критикую, но если говорить о темпераменте и самоконтроле, то я знаю очень мало людей с более сильным характером, чем у меня. Это не хвастовство, это факт. Но я понял, что, приходя к Богу, следует забыть о том, кто вы. Доктор там, юрист, адвокат, профессор. Приходите в своих Версачи, Гуччи. С этим все в порядке. Мы должны приходить к Богу красиво одетыми, но пусть ваш стиль не мешает вам в поклонении Богу. Можете даже снять свои шикарные туфли. Главное, чтобы ноги не воняли. Снимайте их и славьте Бога. Ведь так, отдавайте Богу лучшее, что у вас есть. Я сказал, отдавайте Богу лучшее, что у вас есть. Вот она отдавала Богу лучшее. Я сказал, она отдавала Богу лучшее. Она отдавала Богу лучшее. Она отдавала Богу лучшее. Мы ни к чему не придем, если не будем отдавать Богу лучшее. Она отдавала Богу лучшее. Она отдавала Богу лучшее. Даже когда все унижали и презирали ее, ей было все равно. Она не искала принятия или внимания людей. В этот раз она искала принятие Христа. Ей пришлось пройти мимо скептицизма всех вокруг. Ей пришлось пройти мимо них на колени. Ей пришлось унизиться, но она влюбилась в Иисуса и поклонялась Ему без стеснения. Она поклонялась Ему расточительно, потому что она нуждалась в Нем. Вы слышите? Она сильно нуждалась в Нем. Вы не сможете исправить себя сами. Наука не сможет исправить этот мир. Но политики не могут исправить этот мир. А есть один Спаситель, один посредник между Богом и людьми. Его имя Иисус. И сейчас, как никогда, нам нужно превозносить имя Иисуса. Нам нужны верующие, которые будут прославлять и возвеличивать имя Иисуса громче, чем когда-либо. И вы увидите, как многое изменится. Наша страна изменится. Придет благословение, милость, исцеление, избавление, процветание. Если мы будем превозносить имя Иисуса, скажите «Аминь» на это во имя Иисуса. Послушайте внимательно, потому что есть пророческое слово о вашем будущем. Аллилуйя. Бога привлекает голова, а не сердце. Вот что такое настоящее покаяние. Покаяние – это не самое истязание. Вовсе нет. Покаяние – это значит повернуться к Богу всем сердцем своим. Вот что такое покаяние. Эта женщина пришла к Иисусу со всем своим стыдом, позором и грехом. Она пробралась к Иисусу. Вот что такое покаяние. Это когда вы пробираетесь к Иисусу, пробираетесь к Иисусу, потому что когда вы найдете Его, все изменится. Склоним наши головы, закроем глаза. Оставайтесь на местах. Где бы вы ни были, дома, перед телевизором или в одной из наших церквей, знайте, что Бог любит вас. Бог желает иметь с вами отношения. Мы либо за Него, либо против. Мы либо горячие, либо холодные. Вы скажете «Пастор, вы говорили обо мне». Мне нужно вернуться к Иисусу. Мне нужно примириться с Ним. Мне нужно новое начало. Если вы этого хотите, то тихонько поднимите руку. Да, да. Поднимайте. Поднимайте. Ну же, это ваш шаг. Ваша жертва. Ваше признание. Поднимайте. А теперь повторяйте за мной, Господь Иисус. Сегодня я отдаю себя тебе. Я отдаю тебе мое сердце. Я отдаю тебе все. Я верю, что ты Христос. Я верю, что ты умер за мои грехи и воскрес. Сегодня я приглашаю тебя стать моим Господом и Спасителем. Спасибо за твое прощение и новое начало. Теперь и навеки я твой. Во имя Иисуса. Аминь.